Перекладка теплосети на улице Ульяновска ведется уже несколько недель. От Садовой до Галактионовской и дальше до Студенческого переулка. Пока отрабатывается участок до Самарской. Капитально сделаны новые бетонные тоннели и теплоузлы. 78 метров утепленных труб ждут своего часа. Сегодня траншею раскопали до Галактионовской. К понедельнику нужно будет завершить работой, чтобы возобновить движение транспорта по улице Самарская. По проекту проектировать планировалось протащить трубу под Самарской. В результате обследования канала, который был под этой улицей, пришли к выводу, что канал в плачевном состоянии, его надо менять. Поэтому будем перекапывать, демонтировать старый канал, строить новую конструкцию и пускать движение. На 11 объектах из 15 запланированных работа идет полным ходом. Параллельно готовятся к холодам и котельные. В Красноглинском районе на улице Южной тоже кипит работа. Здесь поменяли несколько метров наружной теплосети. Проводится ремонт пятого теплового пункта. Сейчас устанавливают насосы. Работы ведутся по графику уже полтора месяца. Отопление и горячая вода поступают в поселок Южный и пятый квартал. Это детский сад, две школы, два санатория, интернат и порядка 40 жилых домов. Материал есть, все есть. Готовились, промывали теплообменники, теплоизоляция, чистительная замена запорной альматуры. Контролирует и проверяет ход ремонта, испытаний и запуска теплосетей и котельных городской штаб по подготовке к зиме под руководством замглавы Самары Владимира Василенко. Совещание и разбор текущей ситуации по всем объектам проходит еженедельно. Ход работ проверяют каждый день. Общий объем перекладок по этому году, по этому, должен составить у нас 2 миллиарда 100 миллионов. Это впервые за всю мою многолетнюю работу по Самаре. Мы делали, у нас единственный год был, это 17-й, где мы по Самаре выполнили объем перекладок на миллиард 100. Мы начинаем работу и будем строить ее опережающими темпами, ликвидировать отставание перекладок по тепловым сетям. Благодаря этим средствам дополнительно отремонтируют еще 6 участков теплотрасс. Один из наиважнейших связан со строительством школы на пятой просеке, он пройдет по советской армии. Его протяженность почти 2 километра. Все работы по подготовке к новому отопительному сезону планируется закончить до середины сентября. Пока ремонт идет с опережением графика. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.